Также есть дополнительные инструменты для разрезания, формирования новых фигур. Они очень хорошо описываются в методичке на 27 странице. Давайте их посмотрим. Они как дополнение, как дополнительные элементы. Допустим, я нарисовала эллипсы и прямоугольник. Хочется из этих элементов получить чашку, объединить. Я, конечно, это, скорее всего, сделаю через Pathfinder. Объединение, вычитание и так далее. Но есть также возможность работать с инструментами. Инструмент Shape Builder. Пожалуйста, клавиатурная комбинация Shift-M. Если просто этим инструментом пройтись по объектам, выделенным, то мы их объединим. Я сейчас выберу какой-то цвет, чтобы вам было это хорошо видно. Мы их объединим. Если же я нарисую какие-то новые элементы и захочу исключить этим инструментом вот эту область, то я возьму инструмент и при нажатой Shift, прошу прощения, Alt, сделаю клик по той области, которую я хочу исключить. Alt и клик, это уже исключение. То есть вот такая чашечка готова, можно еще какие-то детали добавлять и работать. Есть также инструменты разрезания. Давайте покажу на примере какого-нибудь градиента и толстой обводки, чтобы было понятно сразу. Даже другую обводку сейчас возьму. Вот так. Инструменты разрезания. Смотрите, ластик привычный, знакомый, возможно, из разных других растровых программ. Здесь примерно так же работает. То есть ластиком можно стереть какую-то часть. Но также ластиком можно разрезать простую фигуру. После разрезания ластиком остаются замкнутые половинки. Я специально обводку такую выбрала, чтобы вам это было видно. Замкнутые половинки с интервалом по размеру ластика. И если вы хотите изменить этот размер, без проблем. Опции ластика открываются двойным кликом по самому инструменту на панели инструментов. Опции ластика немножко напоминают опции каллиграфической кисти. И размер мы можем задать, и форму, как мы это делали с каллиграфической кистью. Пожалуйста. Окей. Вот у меня ластик имеет уже такую форму. И этим ластиком я могу разрезать, получить замкнутые половинки. И вот с таким интервалом по размеру ластика. Следующий инструмент разрезания немножко не так работает. Ножницы могут разрезать только строго прямым сегментом и двумя щелчками. Не увлекаемся щелчками, иначе такие непонятные кусочки получатся. Всего два щелчка, прямой сегмент, и мы можем разрезать простую фигуру прямым сегментом. Щелчок по левой границе под, и щелчок по правой границе тоже под. Все, объект разрезан. После разрезания ножницами, получается не замкнутые половинки. Не замкнутые половинки, и между половинками никакого зазора, никакого расстояния. Я просто градиенты немножко так вот сделаю, чтобы вам была видна вот эта вот граница. Ножницы и два щелчка. Что касается следующего инструмента, то он может разрезать двумя разными способами. Это ножик, может разрезать и зигзагообразно, волнисто, как я делала с помощью ластика, и прямым сегментом, как я сделала с помощью ножниц. Но одно важнейшее условие. Это единственный инструмент Adobe Illustrator, который не видит под, не видит никаких контуров. И если мы все-таки будем надеяться, что инструмент видит под и может разрезать от под до под, то мы, увы, к сожалению, сделаем очень большую ошибку. Инструмент не видит контуры и не реагирует на эти контуры. Разрезание не произошло. Чтобы разрезание работало инструментом ножик, мы должны начинать работу и заканчивать ее за пределами выделенного объекта. За пределами, начиная разрезание, так же за пределами заканчиваю. Сниму выделение, щелчком по пустоте и отделю эти объекты. Получаются замкнутые половинки, но без зазора, без расстояния между ними. Как у ластика, нет этого расстояния. Если хочется ножиком разрезать прямым сегментом, то мы будем держать свободной рукой клавишу Alt. Alt. И опять-таки соблюдаем это условие за пределами. Начинаем, за пределами заканчиваем. Пожалуйста. Тоже замкнутые половинки, без зазора, без расстояния между ними. Очень интересные инструменты. Надо попрактиковаться, надо пользоваться ими. Попрактикуемся немножко с пройденными материалами. Есть такое задание. В разделе номер 6. Очень хочется с трассировкой поэкспериментировать еще раз. Pathfinder Life Trace. Вот готовый результат. То, что я получила. Вы можете абсолютно по-своему делать. Не обязательно такую именно бутылку получать. Не обязательно именно такую этикетку. Такой текст вдоль кривой. Делайте, как вам хочется. Я просто покажу, из чего я это получила. Напоминаю, чтобы инструменты формирования, разрезания и панель Pathfinder работали, наши объекты должны быть простыми, с простыми заливками. И обязательно все эти условия соблюдаем. У нас все получается. Обязательно, конечно же, выровняем объекты. Иначе без выравнивания это слишком приблизительно и непрофессионально. Через Pathfinder, пожалуйста, получаем. Объединение. После закрасьте любой заливкой. Кому что нравится. Меш или градиент. Или можете какие-то узорные заливки применять. Кому что нравится. Также этикетку любую получать. Тоже объединение. Импортировать. Импортировать растровое изображение. Файл. Плейс. Растровое изображение. Без связи. Я в фотошопе ничего редактировать не собираюсь. И выполнить трассировку. Image Trace. Пусть будет самая простая трассировка. Это Color. С максимальным количеством оттенков. 30. Не забываем, что после трассировки Expand, Ungroup. И можно воспользоваться волшебной палочкой. Все ненужные оттенки можно убирать. Также, конечно, мы можем воспользоваться белой стрелкой, чтобы удалять ненужные узелки. И так далее. Уже результат можно поставить в... Значит, изгруппировать и поставить как этикетку, как иллюстрацию в свой макет. Пожалуйста, некоторые моменты уберу. Очень хочется, чтобы вы еще раз повторили. Значит, текст вдоль кривой. Любая компания. Здесь полная свобода. Нет никаких строгих требований. И очень хочется поставить сюда также штрих-код. Штрих-код – это скрипт. Скрипт, пожалуйста, тоже здесь находится. Бар-код называется. Но, чтобы штрих-код корректно работал, нам надо обязательно шрифт установить. Шрифт этого скрипта устанавливается через правый клик. Просто установить. Он у меня уже установлен. Поэтому такое вот я получу замечание, что уже есть. Ну, вы обязательно установите, пожалуйста, этот шрифт. Чтобы запустить скрипт, мы уже знаем из календарного скрипта, как все работает. И идем к этой папке, где лежит скрипт. Не требуется здесь никакой установки особой. Пожалуйста, папка, раздел номер 6. И здесь уже мы берем именно этот скрипт. Можно взять мини-вариант, потому что в развернутом варианте все равно нет таких опций, которые нам помогут получить нужного размера штрих-код. Пожалуйста, можете взять абсолютно любую упаковку, любой продукт, бутылку с напитками и набрать тот штрих-код, который там уже есть. В России в основном распространены штрих-коды ИН-13. Мы в этом поле набираем 12 чисел. 13-е появится там, где вопросительный знак. Окей. Вот он штрих-код. Если шрифт установлен, то все будет корректно работать. Очень важные моменты, очень важные здесь нюансы есть. Дело в том, что мы не имеем права штрих-коды редактировать непропорционально. Мы просто не имеем права штрих-коды редактировать непропорционально. Я сейчас хочу вытаскивать вот это вот, поставить на передний план. Давайте через layers, потому что штрих-код занимает отдельный слой. Сейчас перетащу сюда. Вот так вот. И отправлю назад, пусть будет как этикетка. И чтобы редактировать, допустим, только по высоте, мы не можем этого делать черной стрелкой. Искажаются числа и цифры, и эта машинка уже не будет считываться. Чтобы изменить высоту без искажения, мы воспользуемся белой стрелкой, direct selection, выделим узлы, и просто их будем перемещать в нужном направлении. Пожалуйста. Без искажения чего-либо мы получили штрих-код с нужной высотой. Работайте по-своему, делайте все по-своему, на свой вкус. Можете делать что-то по работе, если есть уже такое задание. Работайте.